С 15 июля начнется эксперимент по маркировке молочной продукции. Нововведение нужно для того, чтобы государство могло отслеживать путь товара от производителя или импортера до конечного потребителя. Это поможет в борьбе с контрафактом. Меры противодействия незаконному обороту промышленности сегодня обсуждали на заседании профильной комиссии. Контроль за молочной продукцией уже ведется. За ее производство, транспортировка и реализация фиксируются в системе электронной ветеринарной сертификации Россельхознадзора. Система «Меркурий» работает в России с 1 июля 2018-го. Сертификаты присваивают сырому молоку, но готовые молочные продукты под ее действие не попали. Хотя на стадии перевозки все еще находятся недобросовестные предприниматели. Были у нас случаи, Михаил Васильевич, мы и в прокуратуре собирались разными комиссиями. Были у нас случаи, когда сборщики молока из дома уже выезжали, и сборщики молоковозного у них были заполнены на 15-20% растворенным, скажем так, сухим молоком, с добавлением животного жира. Потом туда собирается молоко, и это молоко вывозилось. Прекратилась вся эта волна, и отдельные случаи еще могут быть. Она, Михаил Васильевич, прекратится полностью только тогда, когда перестанут покупать это молоко, я считаю. К сожалению, мороженники многих регионов пока это молоко покупают. Саратовской области, Московской области и так далее. Дальше надо отрабатывать. На наши предприятия это молоко не поступает. Та же электронная система позволила выявить ветврача из Татарстана, который, не имея на то прав, раздавал санитарно-сопроводительные документы. В системе «Меркурия» установлены разовые отгрузки большого объема говядины с убойного пункта Комсомольского района и ПХ КФХ «Айсын». Решат Рафисович, на данную продукцию ветврачом Сибятуловым, который проживает в республике Татарстан, были незаконно оформлены 16 ветеринарно-сопроводительных документов на продукцию общим объемом около 100 тонн. Продолжается борьба и с контрафактным алкоголем. За первое полугодие изъято более 4000 литров. Заведено 65 уголовных дел. Обычно контрафакт сбывают по удивительно низкой цене. Так, по данным Минсельхоза, минимальная стоимость литра пива – 44 рубля. Если цена еще ниже, почти стопроцентная вероятность, что подделка. Это относится ко всем продуктам, в том числе и к некачественному кабелю, который используют строительные организации. Для потребителей, что важно, цена и качество, так, из-за некачественного товара цена всегда ниже. И когда под штукатурку там или под многослойные уже стены там закладывать, невидимо. А это последствия угрозы в разных случаях по пожарной безопасности. Так, да? Поэтому надо здесь мониторить, жестко подходить, администрировать. И никого нельзя здесь жалеть. В прошлом году наш регион вошел в пилотный проект по установке входного контроля на объектах капитального строительства. Благодаря этому удается бороться с некачественным электрооборудованием еще до начала строительства. Вот специалистами электрокабеля, то есть произведен отбор 15 образцов кабельной продукции на 4 объектах строительства, которые отправлены на независимую лабораторию специализированного органа по сертификации испытательный центр в городе Саранск. То есть по итогам проведенных испытаний контрафактной продукции не выявлено. При этом надо отметить, что есть вопросы по качеству, но здесь в рамках претензионной работы и в рамках работы с заказчиками эта работа нами ведется, то есть замечания устраняются. В общем, в области строительства провели 172 проверки качества используемых материалов и соответствия документов. Треть организации получили предписание. Ирина Волкова, Андрей Шоклев, Республика.